Драматургия 60-х К спектаклям цензура особенно строга, и при этом, когда читатель наедине с книгой, он может что-то не понять, что-то не заметить, что хотел сказать автор, а режиссер как раз таки на сцене все может прекрасно прояснить. Следующая особенность очень важная – это переход от классово-идеологического принципа оценки персонажа к его нравственной оценке как главенствующей. Переход от классово-идеологического принципа оценки персонажа, то есть здесь вопрос ставится не к какому относится социальному слою этот человек, что он делает для страны, а именно оценивать с точки зрения нравственности. Переход от классово-идеологического принципа оценки персонажа к его нравственной оценке как главенствующей. То есть нравственная проблематика в драматургии этого периода выходит на первый план. Исходя из того, какой принцип создания образов являлся ведущим, можно выделить три основных типа пьес, характерных для этого периода. Первый тип – это художественно-публицистическая драма. Второй – социально-психологическая драма. Комедия. Третий тип. Ну и рассмотрим подробно эти три ведущих типа пьес. Итак, художественно-публицистическая драма. Эта драма была продолжателем, продолжением драмы революционной. Ее привлекали острые, актуальные темы, часто политического характера. И решению этих тем были подчинены все используемые средства. С одной стороны, она стала прибегать к возможностям документализма. Автор, желая быть достоверным до мелочей, он использует документальные факты. С другой стороны, образы исторических деятелей, они приобретали черты вполне живых людей, противоречивых, сомневающихся, проходящих через внутреннюю душевную борьбу. В произведениях этого типа сильны элементы документализма, публицистичность, очерковость. Наибольшую известность из числа художественно-публицистических пьес получили три произведения «Декабрист» Леонида Зорина, «Народовольцы» Александра Свободина, «Народовольцы» Александра Свободина и «Большевики» Михаила Шатрова. Эти пьесы были поставлены театром «Современник» и образовывали своеобразный триптих в основных этапах революционно-освободительного движения в России. Эти пьесы воплощают идеалы шестидесятничества, и поэтому при обсуждении политических проблем на первый план выдвигаются аспекты гуманности, антигуманности, нравственности, безнравственности. Ну, немножко представлю такого рода произведения, пьесы Михаил Шатров. В своей ранней революционной пьесе «6 июля» он обращается к историческим фактам. Пьеса «6 июля» Михаил Шатров обращается к историческим фактам лево-эссерскому мятежу в Москве 6 июля 1918 года. Он показывает политическое и нравственное единоборство между двумя политическими деятелями – между Лениным и лидером левых эсеров Марии Спиридоновой. Автор стремится обнаружить силу драматизма в самой исторической ситуации, в самой реальной истории, а не внутри человека. Зато в другой его пьесе, в пьесе «Большевики» Шатров уже во многом, по собственному признанию, отходит от документа, от точной хронологии, цитата, ради создания более цельного художественного образа. В «6 июля» главной пружиной сценического действия было стремительно уплотненное движение событий, развитие исторического факта. А вот в «Большевиках» акцент перенесен на художественное осмысление факта, на проникновение в его глубинную философскую сущность. Важны не сами трагические события в этой пьесе, они, кстати, происходят за сценой, а важно преломление их в духовной жизни людей. Шатров выдвигает нравственные проблемы, и они-то как раз-таки и составляют основу идейно-художественной концепции пьесы. Еще одна драма этого типа – драма Александра Штейна «Океан». В ней на равных правах сосуществуют два героя времени – железный, несгибаемый Александр Платонов и интеллигентный, внутренне сложный, ищущий кости от часовников. Эти оба героя – военные моряки, и оба необходимы флоту, каждый по-своему дорог автору. Платонов дорог обостренным чувством ответственности за свое дело, за своих друзей, за подчиненных. Дорог четко определенной идейной позиции. А часовников – дорог тем, что, цитата, много-много думает о своем месте в жизни. Дорог бескомпромиссной честностью, верностью долгу в критической ситуации. Эти герои в пьесе много спорят. У каждого есть свои недостатки. Платонову присуща волевая жестокость, иногда переходящая в прямолинейность и душевную глухоту. Ему еще многому предстоит научиться в сложной, деликатной сфере человеческих взаимоотношений, в том числе и во взаимоотношениях с любящей его женой. У Кости Часовникова излишне нервная, вспыльчивая натура. Он учиняет нелепый дебош в знак того, что он не согласен с тем. Его фамилию как раз-таки Платонов вычеркнул из очередного списка на демобилизацию. Особенно важно и интересно в этой пьесе то, что автор не спешит встать на сторону того или иного героя. При этом он ни одного и ни другого героя не идеализирует. Это было ново для советской драматургию, привычное к тому, что в произведениях обязательно должен быть герой-проводник авторских идей, герой-идеал, носитель непреложной истины. Следующий этим пьес – это драма традиционная для русской литературы, социально-психологическая. Социально-психологическая драма в этот период обогащается новыми характерами и новыми способами психологической характеристики этих характеров. Создатели пьес этого типа в центр своего исследования ставят человека, раскрывают его внутренний мир как индивидуализированное отражение большого мира. При этом они исследуют глубинные слои психологии и морали в тесной связи с теми социально-историческими условиями, которые и формировали этот характер. Исследуют глубинные слои психологии и морали в тесной связи с теми социально-историческими условиями, которые и формировали характер. Примером может сложить пьесы «Иркутская история», «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова, «Вечно живые» Виктора Розова, «Пять вечеров», «Старшая сестра» Александра Володина. Драматургов привлекают разные стороны повседневного существования самых обычных людей. Этих драматургов и Володина, и Розова, и Зорина, и Родзимского часто упрекали в бытописательстве, в мелкотемье. Но при этом режиссёров, актёров и зрителей это никак не смущало. В их произведениях они искали и находили пристальное внимание в психологии человеческих отношений, добрый, ироничный взгляд на окружающую действительность, поэтизацию милых мелочей быта, а также узнаваемые, достоверные жизненные ситуации и характеры. Рассмотрим некоторые пьесы, некоторых драматургов этого типа. Виктор Розов явился тем драматургом, который, как говорят критики, сдвинул театр в годы оттепели с мёртвой точки. Основной темой его стала послевоенная молодёжь. История сложного, драматичного и конфликтно устроенного человека. Человека нового времени. Человека, который вобрал в себя травму войны. Его герои учились под покровительством старшего поколения, фронтового поколения. И вот теперь, в 50-е, они становятся самостоятельным молодым поколением, которое принимает ответственность за свою жизнь. И эту ответственность они ощущают часто через поступки парадоксальные, неоднозначные с точки зрения морали. Герои драматурга этого периода получили в историю культуры наименование «Розовские мальчики». Своей пьесой «Вечно живые» драматург повернул разговор о войне из области прямолинейной идеологии и победных интонаций в область сложных решений и споров. Он тем самым не только начал дискуссию о нравственных потерях войны, но и заговорил о войне как поворотном пункте советской истории, с которого начинается новый моральный отчет. Именно постановка этой пьесы «Вечно живые» в 57-м году начал свою работу в театр «Современник». «Розов» отказывается от схематизма, от предзаданности, от картонных персонажей. К драматургию приходят живые люди с неповторимыми индивидуальными чертами. «Розов» обращается к материалу Великой Отечественной войны. Сделано это не случайно. Испытания военного времени позволяют более рельефно выявить все нравственные принципы и моральные качества, которыми руководствуются в жизни героя. Основная проблема пьесы – человек и его долг. И рассматривается эта проблема не в плане идеологическом, а в плане нравственном. Трагедия войны с ее фатальными для русского народа потерями разворачивается на фоне лично, как ругали критики, мелкотемном фоне. И здесь уже маленький человек борется не с внешним врагом, не за идею, а с врагом внутренним. Сражается с самим собой во имя самосовершенствования. В основе пьесы нравственные мучения юной девушки Вероники, запутавшейся в своих чувствах. Виктор Розов дает почувствовать войну в душе частного, негосударственного человека. Он отмечает растерянность, опустошение, отчаяние, пессимизм. То есть трагедию войны он показывает без военных действий и широких обобщений. По сути, война становится разрушителем не только государств, душ, но и самой человечности. Коллизия пьесы реализуется в образах Максима и Марка Бороздина. Борис Бороздин он талантливый инженер, изобретатель, человек обостренной гражданской совести, честный и бескомпромиссный. В начале войны он уходит на фронт, хотя мог бы иметь бронь. Он говорит, если я честный, я должен быть там. Противоположную жизненную позицию отстаивает его брат Марк. Он музыкант и композитор. Он пытается всем доказать, что у человека может быть такой долг, который превышает его долг по защите Родины. Он говорит, представь, если б на войну отправили Льва Толстого. Он часто говорит о броне, как об узаконенном праве перепоручать свое право быть убитым. Он убеждает себя и других, что делает это исключительно из преданности искусству. Розов дает понять, что великие потому и стали великими, что в какие-то значительные моменты отразили общее настроение людей. Марк Бороздин оторван от войны, которая стала сутью народной жизни, потому-то он и как музыкант не состоялся. Между двумя этими крайними полюсами поставлен человек, жизненные взгляды которого еще окончательно не определились. Это студентка-скульптор Вероника Богданова. На протяжении всей пьесы она приходит ко взглядам Бориса путем заблуждений и страданий. Ее характеры много детского, присутствует и эгоизм, что ведет ее к тяжелым испытаниям в годы войны. Вот ее реакция на слова Бориса об уходе на фронт. А как же я? Вероника не может понять, что обстоятельства изменились, что любовь должна уйти на осадное положение, а эгоизм должен смениться жертвенностью. Трудности военного времени, прежде всего потеря родителей, страшное одиночество, сочетание с эгоизмом и гордыней приводят Веронику к измене. Борис погибает на войне, она становится женой Марка. Пьеса «Вечно живые» о цене поступка. Мучения героини связаны с этим ее неверным решением, за которое она будет расплачиваться всю жизнь. Причем нужно отметить, что автор не осуждает ее, а жестко и неумолимо проводит по всем этапам нравственных мучений. Эта пьеса «Розово вечно живые» традиционная социально-психологическая драма. Следующий автор Александр Володин. По существу, он определил в современной драматургии целое направление психологический театр. Театр живого человека, имеющего право на свободу выбора, на счастье, на мечту. Для своего времени Володин был драматургом неудобным. В 1956 году бурную полемику вызвала его пьеса «Фабричная девчонка». В этой пьесе жесточайшим образом вскрывалась лживость и подлость советской идеологии с ее двойной моралью. И вообще этот текст даже был воспринят как вражеский. Но на Всесоюзной театральной конференции 1958 года за нее вступился уже маститый и безупречный в идеологическом отношении Алексей Арбузов. Пьеса начинается и заканчивается киносъемкой и создается впечатление, что читатель одновременно наблюдает за реальностью и за процессом изготовления этой самой киношной реальности. Реальности ненастоящей. В пьесе показана как происходит так называемая лакировка действительности. Режиссер-документалист в идеале должен показать жизнь фабричных девчонок такой, какая она есть. Но нужны, например, книги, чтобы героини в кадре их читали. На самом деле книг как таковых нет, они заперты в библиотеке, поэтому девчонки не могут иметь к ним доступа. Нужен разговор о подшефной работе, но в детском саду девочки не были уже давно. И режиссер в пьесе как бы подчищает действительность, декорирует унылый, бедный, непреклядный быт женского общежития. По сути он действует как соцреалист, показывает жизнь не такой, какая она есть, а какой она должна быть. Следующая пьеса драматурга это пьеса «Пять вечеров», 58-й год. Эта пьеса открывает традицию воспоминаний в послевоенной драматургии. По сути это трепетная драматическая история любви, выписанная выписанная детально, тщательно, в житейских перипетиях, воссоздается долгий, непростой путь двух героев, разлученных войной и послевоенными обстоятельствами навстречу друг другу. Эта пьеса была поставлена в Большом драматическом театре, и спектакль, и пьеса выстроены так, что, по словам драматурга, между репликами проходит жизнь. В этой психологической драме нет поступательно развивающегося сюжета от вечера к вечеру. Ну, пять вечеров, казалось бы, так и должно быть построено. Но есть внутренний драматизм преодоления недоверия, настороженности, стереотипов как раз-таки социально нравственного характера. И все эти стереотипы недоверия, они мешают прорваться человеческому чувству. На психологическом противоборстве построен весь первый диалог Тамары и Ильина. В этом диалоге главное не текст, а подтекст. Ильин, как жизнь, настроение, трудовые успехи? Тамара, с достоинством. Я лично неплохо живу, не жалуюсь, работаю мастером на том же красном треугольнике. Работа интересная, ответственная. Вы-то как живете? Ильин, а, махнул рукой. Жизнь моя железная дорога, вечное движение вперед. Тамара, значит, добились, где работаете? Ильин, но если так интересно, работаю инженером. Если интересует табеля ранга, главным инженером. Ну, и вот такой вот первый диалог героев показывает автор. И как раз через авторские ремарки чувствуется смятение главных героев. Вот он взял ее за руки, но она руки отняла. Не находя себе место, он просит разрешения закурить. Она, в свою очередь, говорит, что хочет спать и желает, чтобы ее оставили в покое. Володин резюмирует. Он не курил, она не спала. Каждый из героев боится признаться первым, оберегаясь от нахлынувших воспоминаний. У этой пьесы счастливый конец. Ильин возвращается, все заветные слова, долго сдерживаемые герои наконец-то произносят, перебивая друг другу. И Ильин говорит не только Тамаре, а всем, всем, всем. Учтите, друзья, ради вашего удовольствия прикидываться лучше, чем я есть на самом деле, я не собираюсь. Человек должен всегда оставаться самим собой. Запомните, я свободный, веселый и счастливый человек. И еще буду счастлив разнообразно и по разным поводам. Это пьеса о пробуждении эмоций, чувств, отход от нормированной жизни по правилам советского общества, где самым важным являлась общественная трудовая роль человека. А не личная интимная. Борьба человека за сохранение своего природного дара, отстаивание своей индивидуальности составляют драматический нерв пьесы «Старшая финал». Одно из первых названий пьесы «Талант» имеет отношение прежде всего к образу Нади Резаевой, старшей из сестер. Каждый из героев, и Лида Резаева, и Надя, и их возлюбленные Кирилл и Володя, и их дядя Ухов, каждый по-своему вовлечены в главный спор. Надо ли бороться с судьбой или лучше идти по накатанной дорожке? У двух сестер сирот Нади и Лизы общее детдомовское прошлое с горестями, с радостями, с сокроверными тайными мечтами и общий дядя Митя Ухов, который три года их разыскивал по всем детским домам и теперь активно их опекает, пытается руководить их судьбами. Он говорит, «Вы слишком дорого мне достались. Я вложил вас несколько лет жизни, немножко здоровья и кусок своей души, как зверкарсу, и хочу, чтобы там все было сохранено». Многие критики считают этот образ открытием Володина в литературе ранее незамеченным. Появился даже термин «уховщина» как символ волевого вмешательства в человеческую жизнь из лучших соображений. Дядя Митя руководствуясь трезвым рассудком уготовил сестрам жизненный путь, который по его разумению дал бы им все. А все под все подразумевается специальность и деньги, материальная база. При этом отметалось все лишнее, не учитывалось то, лишнее по мнению дяди Мити, не учитывалось то, что хотят для себя сами сестры. Если младшая сестра Лида как-то сопротивляется, все это еще не все. Дядя нас выходил, дядя дал нам жизнь, пускай теперь даст нам пожить спокойно. А старшая сестра Надя, она чувствует свою ответственность за младшую. И, наверное, именно поэтому она подчиняется многоопытному в жизни дяде Мите и становится его единомышленницей. Вся пьеса о печальных последствиях такого непротивления. В начале пьесы мы застаем Надю, хлопочущую о предстоящем экзамене Лиды в театральную студию. Когда-то в детдоме они обе мечтали о театре, болели театром. Но Лида сейчас на этот счет не обольщается. Она прекрасно понимает, что театр это страсть Нади. Просто обстоятельства жизни не дают ей этой страсти осуществиться. Лида говорит сестре, представляю, как тебе хочется оборвать по воде и поскакать по холмам. Твоя беда в том, что я все время вешу у тебя на шее. А тут еще дядюшка. Судя по отдельным сценам пьесы, Надя несомненно артистически талантлива. Но при этом она идет вместе с Лидой поступать в театральный институт, но идет поступать просто для того, чтобы поддержать младшую сестру. Но как раз таки Надю, а не Лиду принимают в эту театральную студию. Надя отвергает это предложение, она не идет дальше учиться. Что делать, когда и влюбиться, то нет времени. Днем работа, вечером учеба, да еще дорога туда обратно. В сюжетных линиях, связанных с главными героями, заложен острый социально-нравственный конфликт я и обстоятельствам. Этот конфликт по-разному разрешаемый, но иногда и неразрешимый, тупиковый. Возлюбленные Лиды Кирилл усилиями Ухова и Нади изгнаны дома для лидиного блага. Они продолжают любить друг друга, встречаются в подъездах, даже после того, как Кирилл женится на милой, скромной учительнице Шуре. Страдают все трое. И когда Надя упрекает Лиду, Лида обрушивает на сестру все, что накопилось в ее душе. Она пытается спасти свое право на личное счастье. Он не ей изменил, он мне изменил, а теперь он ко мне вернулся. Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему. Это вы прогнали Кирилла. Лучше бы я тебя тогда не послушалась. Что делать? Придется мне не послушаться тебя теперь. Я понимаю, ты руководствовалась здравым смыслом, правда, не своим, а дядинам. Но, как видишь, это мне не принесло счастья. И дальнейшие ее слова удар по самому больному в жизни Надя. Может быть, тебе принесло? Не знаю. Когда тебя брали учиться, ты не пошла. Решила, что это неблагоразумно. А теперь, если бы тебе было 20 лет, смазливая мордочка, можно было бы как-нибудь проехать, а если этого нет? Доброе слово и кошки приятно, это твой идеал. Самое печальное, что в том, что все сказанное Лидой голькая истина. Упущенное время, ушла была страстность, непосредственность, ушла индивидуальность. Володин призывает бороться за свою индивидуальность, за сохранение своего природного дара. Пьесы Александра Володина 50-60-х годов определили целое направление отечественной драматургии, характерное прежде всего обращением к внутреннему миру рядового человека, поэтичностью, лиризмом, исповедальностью. Володинский герой конфликтен, неудобен, но борется он прежде всего с самим собой. Переходим к следующему драматургу Алексею Арбузов. Для его театра главные проблемы это поиски смысла жизни, размышления о том, куда уходят дни и любовь как главный критерий счастья и гармонии в человеческих отношениях. поиски смысла жизни, размышления о том, куда уходят дни, любовь как главный критерий счастья и гармонии в человеческих отношениях. Наверное, не было ни одного значительного события в истории нашей страны, на которое бы не откликнулся Арбузов своими пьесами. Коллективизация пьеса «Шестеро любимых». Строительство митрополитена в Москве пьеса «Дальняя дорога». «Великая Отечественная война», пьеса «Домик на окраине», «Ночная исповедь», «Мой бедный Марат», «Бессмертный», «Годы странствий», «Великие стройки коммунизма», «Иркутская история». Но этот список можно продолжать. Но это было не конъюнктурное фиксирование событий и фактов. Это был только исторический фон для рассказа драматурга о простых человеческих судьбах, о людях, современниках писателя. У Арбузова герои обыкновенные, но в то же время удивительные. Цитата. Арбузов обнаруживал такие драмы в его повседневной обыденной жизни, что персонаж его становился знаком чего-то очень существенного в общечеловеческом смысле. Еще одна любопытная черта его творчества из круга своих героев Арбузов категорически исключает отъявленных подлецов и откровенных негодяев. Они ему неинтересны. Вернее, он прекрасно осознает, что в человеке сидит столько всякого разного и отрицательного и положительного, но при этом Арбузов не спешит зачеркнуть, осудить, поставить крест на человеке, а пытается понять, почему человек так плох. Цитата. Цитата самого драматурга. «Как только я начинал понимать своего отрицательного героя, я прощал ему его грехи, и прощенную он переставал быть отрицательным». Вот такой позитивный автор. Алексея Арбузова очень волнует тема пересоздания человека под воздействием фатальных событий. Она присутствует и в Иркутской истории, и в домике на окраине, и в Тане. К 20-летию Победы в конце 1964 года Арбузов пишет пьесу «Мой бедный Марат». Это пьеса о войне принципиально нового звучания. Не про подвиг русского воина, а про то, что рядовая жизнь на войне и после нее тоже может быть похожа на подвиг. Смещались интонации. Героем драмы стал не воин-триумфатор, а ветеран с его травмой. Доминирует интонация нравственных потерь молодости, горечь несбывшихся желаний и проигранной жизни. Жанровое обозначение пьесы «Мой бедный Марат» дает сам автор. Это диалоги. Всякая событийность в пьесе сводится к минимуму. Основное внимание уделено духовно-нравственной жизни персонажей, которое представлено на длительном временном промежутке с 42 по 59 год. С 42 по 59 год, начиная войной и завершая оттепелью. Причем в пьесе не наблюдается последовательного течения времени, а представлены только важнейшие переломные моменты жизни персонажей Марата, Лики и Леонидика. Это идеалисты военных лет, встретившиеся на войне. Их судьбу прослеживает писатель и в послевоенную сталинскую эпоху. Сводит между собой этих трех персонажей драматург в блокадном Ленинграде. Каждый из героев пьесы прошел через обстрелы, голод, холод, тревоги, печали. Не раз они все находились очень близко от смерти. Но при этом трудные обстоятельства военного времени не побуждают арбузовских персонажей действовать по принципу «выжить любой ценой». Драматург подчеркивает качества, которые помогают молодым людям выжить и реализоваться. Это, конечно же, чувства, товарищества, подлинный гуманизм, исключительная требовательность по отношению к себе и друг другу. В отчаянном положении, из отчаянного положения, в котором находится Лика в начале пьесы, ее выводит Марат, а потом уже оба они вылечивают неожиданно вошедшего в жизнь Леонидика и в дальнейшем оказывают ему помощь. Эти люди показаны в начале пьесы нравственно высокими, честными. В характере Марата очень много мальчишеского. Он может набить себе цену каким-то поступком. И как раз таки Ликино презрение побуждает Марата, чтобы оправдаться в глазах Лики, уйти добровольцем на фронт. Так же поступает и Леонидик. Еще совсем юные люди, они без громких слов ведут себя так, как должен вести себя настоящий человек. Однако жизнь готовит героям новое испытание уже после окончания войны. И Марат, и Леонидик влюблены в Лику. Выбрать она должна кого-то одного. Все родные персонажи погибли на войне. И после такого рода переживаний Марат, Лика и Леонидик самые близкие друг для друга люди. Леонидик дает Марату уроки благородства, когда тот вернувшись с фронта и не вполне разобравшись в обстановке, тоже тянет с объяснением в любви Лики. Благородство, а также опасно, то есть он дает возможность Марату первому признаться в любви Лики. Вот это самоблагородство, а также опасное ранение, которое сделало Леонидика увечным, побуждает Лику сделать выбор в его пользу. Стыдно любить войну, но не стыдно жалеть человека. Именно этим обосновывается выбор Лики. Жалость к более слабому пересиливает любовь. Лика по существу боится быть счастливой Смарата. Автор вновь сводит персонажей через 13 лет и хочет показать, какими они стали. В юности это были настоящие идеалисты, уверены, что у них все получится, но и мы узнаем, что это совсем не так. Леонидик, еще в молодости сочнявший стихи, издал две книги. Но в условиях сталинской действительности он раздвоился. Он пишет стихотворение отдельно для себя и отдельно для печати. И это внутреннее раздвоение оно дается Леонидику непросто. Он начинает пить. Лика очень страдает, все ее силы уходят на пьяницу мужа, работает она ординарным врачом и жизнь ее очень тяжелая печальна. Арбузов пишет о глубокой психологической травмированности людей военного поколения. И вот в жизни в этой жизни Леонида и Лики появляется Марат. И казалось бы он дает надежду на другую жизнь, дает надежду Лики, но надежда очень зыбка. И последняя фраза Марата зависает в воздухе. А разве нам с тобой будет просто жить? Такие вот сложные вопросы, сложные проблемы ставит Арбузов в своей пьесе. Она имела очень сложную сценическую судьбу, но ее признают одним из лучших текстов драматургии второй половины 20 века. Именно драматургии СССР. Еще одна пьеса это пьеса Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Она имела неизменный успех, шла по всей стране в 60-е годы. Основная тема этой пьесы судьба двух маленьких людей в большом потоке истории. Их тесная и часто роковая сопричастность времени. Камерная лирическая история не сложившейся любви юной польки Гелены и вчерашнего фронтовика Виктора в этой пьесе вырастала до трагических масштабов исторической необходимости и при этом не теряла поэтичности и естественности звучания. Причины невозможности быть вместе были не только внешние. Внешними было запрещение браков советских граждан с иностранцами, но эти причины были намного глубже. Именно о них задумывается Гелена уже в одном из первых эпизодов «Варшавской мелодии». Я просто думаю, сколько людей живут со мной в одно время, и я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы, границы времени, границы пространства, границы государств, границы наших сил, только наши надежды не имеют границ. Как раз таки в первой части в 1946 году герои столкнулись с непреодолимыми внешними препятствиями, а вот во второй части в 1956 году этих препятствий уже не существует. Более того, судьба сама дарит Виктору удивительный шанс новую встречу с Геленой, которая по-прежнему его любит и возникает возможность начать все сначала. Но герой сам отказывается от подарка судьбы. Он не готов к этому. Он боится перемен, он стал вялым, апатичным, предпочитает путь по течению. герой самим. Гелена оказалась права. Подчас мы сами, избрав те или иные жизненные установки, воздвигаем границы, гораздо более непреодолимые, чем границы государств. Эдвард Родзинский. Его произведения, созданные в 60-е годы, отличаются подчеркнутой эмоциональностью, искренностью, переживаний героев. Его пьесы этого периода женские пьесы в центре акторского внимания героиня. Она заметно потеснила героев-мужчин. Именно женщины в этих пьесах драматурга всегда пользуются безоговорочной акторской симпатией и моральной поддержкой. Эта пьеса 104 страницы про любовь, снимается кино, чуть-чуть о женщине. Эти пьесы прежде всего о любви. Представляют собой они своеобразные драматические дуэты, где принципиальное значение имеет взаимоотношение двух главных героев мужчины и женщины. В отличие от более старших его современников, Родинского, как справедливо отмечала критика, меньше интересовала социально-бытовая точность в изображении характеров и обстоятельств. Его герои вполне самодостаточны в своем взаимном чувстве и даже несколько отгорожены от внешнего мира. Такова особенность дарования Родинского. Ему свойственный взгляд как бы поверх житейских подробностей, тяготения даже в пьесах на современные сюжеты притчевой формы. Чуть позже, уже в следующем периоде, мы рассмотрим его пьесы-притчи. Это что касается социально-психологической пьесы. Переходим к следующему типу комедия. Жан-комедия у нас всегда используется для смеяния пороков своего времени, ну и конечно же в период оттепеля комедия высмеивала, развенчивала проявление сталинизма в сознании и психологии людей. Критикуются усилившиеся в обществе стяжательско-потребительское настроение. Комедия этого периода достаточно мягка по своему тону. Юмор не тяжелая ирония. На общем фоне выделяются комедии Виктора Розова, комедия «В добрый час» и комедия «В поисках радости». В них проявляется плеяда так называемых розовских мальчиков, идеалистов, юных, только вступающих в жизнь людей. Эти молодые люди ведут борьбу с различными отклонениями от идеала. Виктора Розова всегда интересовала мещанство быта и мещанство духа. На протяжении всего творчества он исследует эти проблемы. Розовские мальчики и его герои продолжают традиции русских мальчиков Достоевского. Традиции той молодежи, которая чувство правды, справедливости, рассуждения о судьбах Родины и мировой душе, так же, как и решение последних вопросов, ставила выше инстинкта самосохранения и выживания. Это максималисты, борцы за справедливость, пусть на узком бытовом фронте, но они преподносили взрослому окружению уроки независимости в мыслях, доброты, человеколюбия. Ну и, конечно же, они противостояли тому, что подавляла их личность. Одним из таких героев был Андрей Аверин из комедии «В добрый час». Он не пожелал идти в институт черного хода и решил самостоятельно искать свое место в жизни. Но где-то-то есть это мое место, оно только мое, мое, вот я и хочу его найти. Призвание – это, наверное, тяга к этой точке. И это, конечно же, был поступок, его самостоятельный поступок, человека-максималиста и идеалиста. Другая комедия в поисках радости. В самом названии понятно, что каждый из героев будет каким-то образом искать вот эту самую свою радость. И эта радость понимается, опять же, каждым героем по-своему. Для Леночки, жены старшего брата, главного героя Олега Савина, эта радость материальна. Леночка маниакально скупает вещи, мебель, заполняя всем этим старую квартиру. Но ее понять тоже можно, потому что пустое послевоенное время, всем хотелось какого-то уюта, хотелось вернуть в дома и тоже мебели, какие-то вещи. Для кого-то это радость семейная, материнская, лирическая, а для кого-то это радость молодости, самостоятельности, романтики. молодое поколение развивается под влиянием ценностей прошедшей войны. И в их сознании героизм, героизм дедов и отцов был возведен в курт. Отец главного героя Олега геройски погиб. И мальчик пытается во всех своих поступках соответствовать высокой памяти отца. Но, конечно, проявление геройства мальчика выражается в начале пьесы по-детски, да и в конце пьесы тоже так же. В четвертом классе мне одна понравилась Женька Капустина. Хотел ее имя ножом на руке вырезать, да не получилось больно. Вот такое проявление героизма. Весь первый акт мы видим, как растет обида Олега. Реальность никак не соответствует его идеалистическому честному взгляду на мироустройство. В свои 15 лет он всем существом отторгает, отвергает мещанскую психологию Леночки, жены старшего брата. Когда в порыве ссоры Леночка выбросила в окно его банку с рыбками, он кричит «Они же живые! Ты моих рыб, ты из-за этого барахла!» Мальчик не выдерживает и сорванная со стены отцовская сабля неистово начинает рубить вещи, которыми Леночка загромоздила квартиру и от которых совсем житья нет. И это тоже поступок. По сути, это имитация подвига отца, вот этот героизм Олега. Но если обратиться глубже психологию, истинная мотивация героя – это, конечно, стыд перед отцом за нескладную мещанскую жизнь успокоившегося в уюте поколения. Как бы ни иронизировали тогдашние критики по поводу героев в коротких штанишках, их так называли иронически, эти герои поражали и привлекали своим романтическим бесстрашием и чистотой помыслов и своей борьбой за справедливость. Но разве это самое важное, кем я буду, каким буду, вот главное. Это как раз-таки лейтмотив этих пьес. Следует отметить, что в этот период, период оттепеля, драматургия и театр развивались в активном взаимодействии с поэзией. Поэзия, как вы помните, была тогда, как раз-таки переживала период расцвета. Здесь можно вспомнить Московский театр на Таганке. Значительная часть репертуара этого театра в 60-е годы, это были как раз поэтические представления. Их драматургическую основу составляли стихи современных поэтов и классика 20-х годов. Приведу примеры. Антимиры по лирике Вознесенского, такой спектакль шоу, под кожей статуи свободы по поэме Евтушенко, послушайте по произведениям Майковского и Пугачев Есенин. Ну и давайте обобщим все, что касается драматургии 60-х годов и выделим основные темы этих пьес, пьес, написанных в этот период. Во-первых, это столкновение различных взглядов на нравственные обязанности личности в обществе. Столкновение различных взглядов на нравственные обязанностей личности в обществе. Столкновение различных взглядов на нравственные обязанности личности общества. Второе. Это процессы внутреннего духовного развития героя. процессы внутреннего духовного развития героя. И как раз таки эти процессы протекают в напряженных и острых душевных борениях, в трудных поисках, в конфликтах с окружающими, драматурги обращают внимание на вопросы морали личного поведения. И за счет этого они существенно расширили диапазон художественных решений и жанров. Усилилось в этот период психологическое и интеллектуальное начало драмы. Продолжение следует... Продолжение следует...